Пётр Петрович Потёмкин Поэт-сатирик и драматург, прозаик и театральный критик. Родился в Орле 20 апреля 1886 года в дворянской семье. Его отец Пётр Денисович после окончания Петербургской академии художеств отказался от преподавания рисования в гимназии и стал служащим Рижско-Орловской железной дороги. Увлекался театром и часто дома вместе с тремя сыновьями ставил домашние спектакли, чем привил любовь к театру и будущему поэту и драматургу младшему сыну Петру. Из Орла семья переехала в Ригу, а затем в Санкт-Петербург. После нескольких лет учёбы на физико-математическом факультете Петербургского университета Пётр Петрович Потёмкин перевёлся на историко-филологический факультет. С 1905 года печатался в петербургском журнале «Сигнал» под редакцией Корнея Чуковского под псевдонимами Андрей Леонидов и Пипу. После запрещения «Сигнала», где печаталась сатира на продажных министров и генералов, проигравших японскую войну, Потёмкин публиковал стихи в других различных сатирических журналах. В 1906 году он сблизился с символистскими литературными кругами, был частым участником литературных вечеров, проводимых у Фёдора Сологуба и литературного кружка «Башня» в доме у Вячеслава Иванова. В 1908 году вышел его сборник стихов «Смешная любовь», принесший ему известность. С этого же года он работает постоянным сотрудником, а затем и секретарём журнала «Сатирикон» под началом Аркадия Аверченко, став одним из его популярнейших авторов. В 1912 году вышел второй сборник Потёмкина «Герань». После выхода этого сборника его стали называть «Кустодиевым русской поэзией». Серьёзно увлекался шахматами, был членом Петербургского шахматного собрания, выступал на турнирах первой категории, играл часто с будущим чемпионом мира Александром Алехиным. И даже в 1914 году выиграл у Хосе Капабланке «Сеансе одновременной игры». В десятых годах 20-го столетия Потёмкин создаёт изящные театральные миниатюры для таких известных тогда кабаре, как «Летучая мышь», «Бродячая собака» и других. Тогда же выступает и как театральный критик, и прозаик. В годы Первой мировой войны пишет стихи для детей и стилизованные романсы, работает фильетонистом в газете «День». Не приняв Октябрьского переворота 1917 года, поэт в 1920-м уехал в эмиграцию вместе с женой актрисой Евгенией Хованской, работавшей в театре Всеволода Мейерхольда и дочерью Ирины. А точнее, переплыл в Нестор на веслах, оказавшись в румынской Бессарабии. На смерть Николая Гумилёва в 1921 году он опубликовал в Кишинёвской газете «За свободу» поэму ЧК, где довольно точно описал тюрьму и нравы Одесской чрезвычайной комиссии. Вот отрывок из поэмы о погрузке в машину, приговорённых к расстрелу. Грузовик пыхтит и дуется. Ну-ка, сволочи, грузись, Всяк бежать интересуется. А поди-ка, отгрызись. Восемь вниз ложись, не двигайся. Восемь сверху поперёк. Эй ты, сукин сын, не двигайся. Хочешь стерва наутёк? А куда ж он, милая, денется? Сверху туша на земь пуд. Из живых людей полемницу На размет в гараж везут. Из Румынии он перебрался в Прагу, где организовал журнал «Устный альманах». Подготовил антологию чешских поэтов. В 1923 году выиграл на сеансе одновременной игры у приехавшего в Прагу Александра Алехина. Перебравшись в Берлин, он продолжает переводить немецких и чешских поэтов, печатается во многих русскоязычных газетах и журналах Европы. В 1923 году в Берлине вышел его сборник «Отсветшая гераль», куда вошли стихотворения, написанные ещё на родине. Жизнь в эмиграции была трудной и горестной. Он зарабатывал на жизнь исключительно литературным трудом и жил в бедности. В 1924 году он переезжает в Париж и совместно с драматургом и журналистом Поляковым-Литовцевым пишет комедию «Дон Жуан. Супруг смерти», которая с успехом была поставлена в Театре независимых в Риме. В этом же году в Берлине вышел его сборник стихов для детей «Зелёная шляпа». В парижских театрах ставились его миниатюрные пьески «Кафе-крем», «Любовь и иерархия» и другие. В последние годы работал над романом «Из жизни шахматистов». Снимался в фильме «Казанова» в Венеции. В начале 1926 года он организовал в Париже шахматный клуб. Пётр Потёмкин, заболев гриппом, скончался в Париже 21 октября 1926 года в возрасте 40 лет от сердечного приступа. Его похоронили на кладбище Пантен. Позднее его прахду перенесён в постоянный склеп тургеневского общества на Перлашец. Я считаю его одним из предвестников новой формы поэзии однословный многорифт. Тапёр. В румынском оркестре появился в этом семестре новый тапёр, одетый в рот казакина, как и все остальные. Он был похож на румына, так же, как я, на Венеру. Светил был взор больших невмеру северных глаз, а кудри его завитые были похожи цветом на белый квас. Но при этом он был воспитан на Григе, на Глюке, на Бахе. И только жертва интриги одной девицы из Риги, оставшись в одной рубахе, бросил уборствовать и начал тапёрствовать. О, как далеки ему были, как у Оки. Он, немец, был очень гордый и, стиснув зубы до боли, брал по неволе ненавистные сердцу аккорды до диезы и ни бемоли. Зато он бывал в антрактах, отдыхал на любимых тактах и играл затеяно с манерой почти Рубинштейна родимые сердцу напевы вроде молитвы девы, а барышни за столиками с подкладными в прическах роликами кушали, слушали, пивными стаканами звякали и ужасно плакали. Статуэтка Колено, изрытое оспой, будет весь век колено, это нередко, а полено, изрытое оспой, будет уже не полено, а статуэтка. Статуэтка.